Привет, друзья! Это Академия Сонграйтинга, и я надеюсь, что сегодняшний формат станет нашей традицией. Вот они пошли плоды, всходы, и результаты наших учеников не заставляют ждать. В комментариях я часто встречаю скепсис, сарказм по поводу того, что, ну вот, мол, сколько у вас учеников, вы столько говорите о них, а воссы ныне там, ни песен, ничего такого нет. Так вот, сегодня я хочу представить человека, который продал песню большому артисту. Это ученик нашей Академии Андрей Гукалов, и он продал песню Стасу Михайлову. К слову сказать, Андрей уже продавал песню Юрию Шатунову «Царство небесное» и нескольким менее известным артистам, но, тем не менее, он уже с лихвою окупил и свое обучение, и уже пошел по карьерной лестнице. Соответственно, скоро откроется магазин песен от Академии, и, конечно же, песни Андрея там будут представлены в первых топовых строчках. Ну что ж, я хочу, чтобы Андрей сегодня рассказал свою историю, историю в Академии, историю в сонграйтинге, потому что у Андрея ситуация вообще уникальная, на мой взгляд. Мало того, что он парень взрослый, как минимум не 15-летний, и плюс Андрей совершенно никакого отношения не имел к музыке. Никогда. То есть вот этот кейс для меня, он самый удивительный, потому что, когда пришел Андрей учиться, ну да, мы, разумеется, дали знания, дали какие-то подсказки, обратную связь, но вот такой веры в то, что Андрей станет сонграйтером и уже профессионально будет этим заниматься, потому что, когда человеку платят деньги за его работу, это, можно сказать, назвать уже профессиональным занятием. И вот то, что Андрей начнет продавать песни и будет профессиональным сонграйтером, ну, мягко говоря, в это никто особо не верил. И вот чудесное превращение гусеницы в бабочку. Давайте встречаем Андрей Гукалов. Здорово, Андрюха. Да, приветствую, Олег. Ну, прям много так рассказал ты. Ты настоящий, ты здесь. Много из этого правда, да. Действительно, наткнулся случайно я на курсы Олега. Вот, и пришел абсолютно, можно сказать, неготовым, нулевым. И так получилось, что исправно все изучаю, читаю, имею какое-то определенное желание. Как-то мне это все начало нравиться, 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 нравиться. И вот результаты потихонечку начали появляться. Вот, хочется отметить, что эту песню мы продали совместно с учеником из Академии тоже, с Мариной Захаровой. Да, про Марину я тоже хочу отдельно сказать, что Марина, она, во-первых, очень активно всегда участвует и в чате Академии, и предлагает очень много текстов. То есть, Андрей, вот скажи мне, вот вы с Мариной много заходов пробовали? У вас много совместных работ? Нет, к сожалению, это у нас одна работа, и получилось, каким образом этот текст Марина выставила в чат в Академии. И он там какое-то время находился, листая ленту. Я просто на него наткнулся и как-то что-то щелкнуло, и абсолютно быстро, там, за 5-10 минут родился припев, что-то наиграл. Вот, показал Марине, отправил, ей понравилось, и делали потом уже долго, кропотливо, аранжировку. Отправляли на разбор к тебе эту песню, ты ее похвалил, кстати. Да, то есть, можно сказать, что в чате наши твои и коллеги, и конкуренты одновременно, они упустили, в общем, хорошую возможность сделать хорошую песню. Ну, я, насколько помню, кто-то еще пытался, не могу вспомнить, кто именно, там какая-то версия была еще одна этой песни, на этот текст. Ну, как-то наша... Мы ее, скажем так, даже по-другому немножко. История у песни очень интересная. Мы ее сделали, когда сделали аранжировку, начал пытаться рассылать кому-то, а эффекта никакого не было, опять же. Потому что, либо не читают, а начали делать женскую версию из нее. Записали вокалистку, пробовали женскую версию рассылать. И в конце фильма вот получилось достучаться, показать Стасу, и он ее... Она ему понравилась. Поэтому вот сделку мы подписали на... Ну, две недели это практически занимало все. Договора туда-сюда гоняли. Сейчас уже можно сказать, что все завершилось положительно. Расчет состоялся, как бы. Все отлично. Всем добрый день. Меня зовут Марина Захарова. Я в основном текстовик. Прошла у Олега Шумарова курс коммерческие тексты. Познакомилась с другими сонграйтерами на его канале. Также познакомилась с Андреем Гукаловым, который сделал на мой текст. И, кстати, этот текст я написала по окончанию курсов у Олега Шумарова. Это как бы моя контрольная работа была. Затем я выставила в группе этот текст. Андрей Гукалов обратил на него внимание. И написал музыку, сделал аранжировку. И так вот получилась такая песня, которая ушла к Стасу Михайлову. Но перед этим, Олег тоже, может быть, не знает еще, еще один текст тоже, который я написала после курсов, у меня забрала Тамара Кутидзе. Песня уже готовая, она ее планирует осенью выпустить. Это, может быть, тоже для кого-то секретом еще пока является. Так что я благодарна курсам. Записывайтесь, знакомьтесь там с прекрасными ребятами, с прекрасными девчатами. Делайте коллабы, и все получится. Самое главное – гореть желанием и творить. Спасибо всем. Так, Андрей, в общем, я просто хочу, чтобы ты коротко рассказал свою стратегию написания. То есть это видео не должно там быть, значит, там на полчаса. Стратегию своего написания, как ты вообще работаешь? То есть вот ты параллельно же занимаешься еще каким-то бизнесом. Сколько у тебя времени на сонграйтинг уходит в день? Или как ты работаешь? Расскажи. Ну, в день я себе такого, к сожалению, не могу позволить заниматься этим каждый день. Ну, стараюсь хотя бы раз в неделю сесть, потому что я в основном в разъездах, постоянно в командировках. Ну, всегда ноутбук с собой, маленькая клавиатура с собой. Бывает вечерами в гостиницах еще где-то сажусь, читаю текст, начинаю, как-то у меня идет, записываю какие-то демочки. Ввиду того, что скилла пока еще не хватает у меня по аранжировкам, чтобы делать прям очень круто. Ну, аранжировку для аранжировщика, скажем так, делать я достаточно уже на нормальном уровне могу. Вот. И опять же с ребятами, очень многими с Академией мы сотрудничаем. То есть я ввиду того, что я постоянно в разъездах, не успеваю это делать, а хочется все-таки это заниматься, продавать песни, продвигать их. Поэтому я заказываю аранжировки у ребят, мы их доделываем совместно и потом уже рассылаем. То есть то, что я не могу сделать сам, я не жду, пока я это научусь. Я на этот период заказываю у других. Тот, кто это может сделать более качественно. Я понял. Андрей, ну, я понимаю, что некорректно разглашать какие-то цифры, но все уже у экрана ждут, когда что назовешь цифры. Давай мы сделаем так. Это больше 100 тысяч рублей? Да. То есть можно сказать, что просто ты бизнесмен, поэтому для тебя эти цифры так, понятно, что они довольно средние. Но для человека, который хочет сменить, скажем, работу свою со средней зарплатой в 60 тысяч рублей в месяц, при этом реально выходя на работу ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Мне кажется, что сонграйтинг – это прям идеальное занятие. Человек может, реально продав хорошую песню, заработать столько же, сколько бы он заработал за два месяца работы. Ну, это возможно так. Я даже не буду спорить с этим, потому что процесс… Ну, процесс как бы не так все просто, скажем так. Нужно, важно понимать одно, что это колоссальный на самом деле труд. Написать это одно, потому что потом включается, я не знаю, и колдовать что только они делают, чтобы как-то эту песню увидели, услышали. Но опять же, это все нужно время. То есть если заниматься этим полноценно, каждый день структуру какую-то нарисовать и рассылать, делать, достучаться можно, но этим надо заниматься. Я понимаю прекрасно, что если бы я этим занимался каждый день, как утром вставал на работу, шел в студию, сидел, писал бы, там до обеда пишу, после обеда рассылаю, там условно говоря, и постоянно каждый день. Понятно, что и песен было бы написано больше, хотя у меня, я считаю, их немало. За чуть больше в год я написал почти 50 песен. Хочу написать до Нового года 100, чтобы было. Но опять же, те, кто занимается этим, будет каждый день, как на работе, понятно, что результаты будут другие. У меня они есть, но я понимаю, что это пока ничего еще. Очень-очень мало, и ты меня назвал так в начале видео, представил там профессиональным фонгратором практически, я пока себя назвать таким не могу, потому что, ну, две-три песни проданных, это еще... Я думаю, громкое название сонграйтера, это нужно заслужить еще. Ну, подожди, заслужишь, но у тебя хорошие успехи. Андрей, что бы ты мог посоветовать тем коллегам, которые вот только начинают свой путь в сонграйтинге, и, может быть, даже тем, кто учится у нас в Академии, но филонит или, как я знаю, что очень многие ученики до сих пор не дошли еще даже до середины, а вообще по моей статистике, я ее даже где-то привожу в каком-то из курсов, что по статистике 50% тех, кто покупает курсы, неважно, сколько они стоят, хоть 3000 рублей, хоть 300, статистика неумолима в том, что половину, половина ровно забрасывает вообще где-то через 2 недели, 3 месяц, процентов 20-30 делают, заканчивают вроде, ну, спустя рукава, потом этим особо не занимаются, и только вот оставшиеся 15-20% действительно получают результат. И я тебя поздравляю, что ты оказался в этих 15-ти золотых процентах. Спасибо большое. Давай пару слов расскажи, дай советы своим коллегам, тем, кто сейчас хочет заскочить, впрыгнуть в эту профессию, ну, и на этом будем уже заканчивать. Я бы, знаете, что посоветовал, самое важное, это, ну, во-первых, не опускать руки, если что-то не получается. Это раз. Второе, не зацикливаться на одной песне. Зачастую вот в чате у нас очень часто даже ребята нянчат долго одну песню. То есть вправо зайдут, слева зайдут, а так посмотрите, а так посмотрите. То есть я хорошо запомнил на уроках, на видео, твои высказывания по поводу этого, кстати, и стараюсь этого придерживаться. То есть я написал песню, утром я уже, там, точнее, уже пишу другую. То есть стараюсь максимально их делать много, не зацикливаюсь на каждой. Если вижу какой-то потенциал, мы начинаем делать аранжировку, понятно, ей уделяю время, но стараюсь переключаться, идти дальше, дальше, дальше. То есть это раз. Второе, не опускать руки, опять же, повторюсь, потому что часто не получается, не открывать письма. Это стандартная, наверное, со всей сталкиваются с этой проблемой. Мне кажется, с этим сталкиваются все во всех странах и не только сонграйтеры. Условные там актрисы, актеры ходят в Голливуде по 5-7 лет на кастинги и абсолютно бестолку, а по ночам работают поломойками или разносчицами текилы в каком-нибудь баре. То есть это стандартная... Это проблема, да, большая проблема. Потому что нас 8 миллиардов, если бы нас было там тысячи человек, поэтому всем места бы хватило и были бы уникальные люди, которые занимаются только этим. Но поскольку это не так, понятно, что мы вынуждены конкурировать с десятками, сотнями и тысячами людей. Все верно, но это как бы, знаете, так негативно влияет на тебя, потому что ты начинаешь в себе копаться. Эти мысли нужно отгонять, потому что, действительно, ты прав, с этим сталкиваются все. Очень много сейчас людей, кто пишет песни, все хотят их продать. Но, то есть не нужно останавливаться, отправляйте, пишите, когда-то достучитесь. Потому что та же самая наша песня с Мариной, она год ей почти. Это не вчера было сделано, я же говорю, мы ее переделывали, и в женский вокал переписывали, и в мужской отправляли, и получали по ней и отрицательные какие-то ответы. Но, как показывать, что иногда все-таки это работает. Абсолютно. Вот тоже хотел подчеркнуть, что вот у меня практически все песни, большинство, 90%, они в итоге проданы. Вот мне сейчас звонят, например, там, Олег, покажите, что у вас там есть с песен. А мне нечего показать, потому что нового там я особо не пишу, сейчас, да, занимаюсь академией, там, бизнесом и так далее. А старое, а показывать нечего, потому что так или иначе все распродано. Что-то купили через три года, что-то купили через год. Вы, по сути, как в мастерской точите, делаете заготовки, вешаете на стеночку, и в определенный момент, а вот это вот вам, а вот это вот вам, да, то есть к вам приходят какие-то клиенты, или вы видите, что пошла какая-то коммуникация, можно показать. То есть это вот так вот. Не так вот копить, что я вот сейчас напишу песню, как из-под ножа, да, в ресторане готовят. Нет, здесь нужны заготовки. Вот у меня там этих песен, они копятся, копятся, и вот таким образом работать. Я думаю, что такой подход самый интересный. У нас сейчас в рассылке с Аней Коронавио много песен. Ну, стараемся, стучимся, не отвечают кто-то, контакты бывают на сайте одни, по факту не дозвонишься. Бывает, что почта, она заполненная у артиста, назад письма прилетает. То есть это бывает, что реально как бы, ну, как тебе сказать, настроение начинает падать, еще чего-то. Ну, тут надо себе это все как бы стараться убивать и просыпаться, и опять делать настойчиво, настойчиво стучаться. Ну, что я и продолжаю делать, потому что песен много, уже много прям. И в рассылке тоже сейчас прилично, штук 12, наверное, сейчас в рассылке письма, песни, которые пока ответы на какие-то есть думают артисты, какие-то тишина полная. Ну, это такой процесс, я так понял, от него никуда не уйдешь, и это постоянно. Никуда, Андрей. Более того, этот процесс не только у начинающих, но и даже у известных сонграйтеров то же самое. Ну что, я тебя благодарю, я тебя поздравляю, искренне горжусь твоими результатами, искренне удивлен твоим результатом. И хочу сказать, что ты большой молодец, это большой труд, упорство. И вот мне, ты знаешь, есть чему даже у тебя поучиться в плане вот упертости, потому что упертость, она города берет. Вот можно быть очень талантливым, я не знаю, гением каким-то, но постоянно расстраиваться, что-то не получилось и забросил, да, а можно трудом брать, понимаешь, поэтому молодец, у тебя и музыкальные способности, и музыкальный талант проявился, и плюс труд, вот это самое мощное сочетание труд плюс талант. Просто супер. Очень большой, Олег, хотел бы в ответ тебя поблагодарить, потому что ту информацию, которую ты даешь, ее не найдешь реально нигде. Именно по каким-то тонкостям, по обратной связи, которую ты даешь по песням, на разборах, я участвовал во многих разборах, поэтому некоторые ошибки уже касательно там куплет-припев, я уже это все как бы подсознательно, уже на автомате начинаю сам обращать на это внимание, я вижу, что с каждой песней получается достаточно интереснее, ну, по крайней мере, ту обратную связь, которую мне дают близкие, коллеги, поэтому ты делаешь хорошее дело и обращаясь к ребятам, это все реально работает, курсы работают, и я, как обладатель максимального пакета, я его сам, к сожалению, до конца еще не прошел, вот, кстати, еще не прошел, а уже пошли продажи, значит, как только пройдешь. Основные, то, что мне надо, я даже по нескольку раз уже пересмотрел, потому что, ну, это очень важно, это очень полезно, поэтому тебя также благодарю за всегда в твоем лице и советчика нахожу, там, и наставника, поэтому твоя заслуга в этом очень большая, то, что наставник. спасибо тебе большое, Андрей. Ну что, друзья, на этом все, ждем тебя снова в этой рубрике, Андрюха, что-то у тебя продастся. Я постараюсь зачастить тебя. Зачасти, зачасти, другим будешь примером. Ну что ж, все, если хотите участвовать в нашей большой семье под названием Академия Сонграйтинга, пожалуйста, переходите по ссылке, у нас сейчас есть и скидки, и рассрочки, и все, что угодно. Также скоро открывается магазин песен, где лучшие наши ученики, работы их будут размещаться и продаваться. Все. Спасибо большое, Андрей, еще раз. До новых встреч. Пока. До свидания. Спасибо.